Мэр города Тамара Прямикова приняла участие в заседании круглого стола ОНФ. На повестке дня непростая тема – доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и планы развития инфраструктуры региона с учетом потребностей инвалидов. Традиционно в заседании круглых столов ОНФ принимают участие специалисты администрации города и профильных объединений. В этот раз на совещание прибыли представители организаций, которые отстаивают права инвалидов в современном обществе. Сегодня заинтересованные стороны собрались не только, чтобы обсудить проделанную работу, но и поднять острые темы, требующие внимания. Самый актуальный вопрос на сегодняшний день – это организация доступной среды в городе. Мы понимаем, что за многие десятилетия, когда не оказывалось внимания этому вопросу, накопилось много проблем. Плюс, конечно, город уже наш молодой, но устаревают уже постройки определенные. И сегодняшняя тема доступной среды очень актуальна. И создание комфортной городской среды, оно должно касаться всех категорий жителей нашего города. В таких совещаниях Тамара Прямикова принимает участие регулярно. Кроме того, глава Мурманска часто посещает общественные организации, чтобы лично узнать, как живут инвалиды и что бы они хотели изменить в городе. Было время, когда вообще вопросам доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями внимания не уделялось. Было время, когда, наверное, все думали, у нас все здоровые инвалидов нет. Вот они сидели по своим домам со своим проблемами всеми. Сегодня ситуация, конечно, кардинально поменялась. Во-первых, мы видим, что все, ну не все, но основная масса людей с ограниченными возможностями здоровья, они принимают самое активное участие в жизни города. Люди с ограниченными возможностями принимают участие во всех культурных, спортивных мероприятиях и городских праздниках. Во многом социализироваться им помогли как раз власти города. В последние годы все здания и учреждения, которые были реконструированы, специально проектируются так, чтобы все слои населения могли беспрепятственно их посещать. Стрители устанавливают пандус, расширяют дверные проемы, меняют старые двери на новые пластиковые.